Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 1481». Когда призывают на службу в армию, то власти совершенно несмотря на то, веришь ты или не веришь в Бога, им глубоко безразлично всё, и они любого даже монаха могут забрить и забрать в армию. Его подрясник в один заменить на гимнастёрку и кирзовые сапоги, аеромонашескую косичку выбросить в мусор. Как остаться верным и Богу, и быть послушным гражданином своей Родины, которую ты любишь? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Сегодня власти уже начинают присматриваться к тем, кого они рекрутируют, и даже норовят из этого иметь выгоду. Моего племянника Алёши Устинова из Новосибирска год назад призвали, и хотя он вроде бы мог по каким-то болячкам откосить, но у нас это не принято. Парень красивый, рослый, вырос в старообрядческой семье, не пьёт, не курит, не наркоман, и послушный, и улыбчивый. Про него из военкомата через домком расспрашивали даже у соседей, а потом забрали в Москву, в президентскую роту служить. Он пошёл и оказался способным ухаживать за лошадями, куда его и пристроили. Индекс 143.370. Московская область. Нарово. Фоминский район. Посёлок Калининец. Воинская часть 1005. Не жалуется. Никакой дедовщины нет, и в церковь не запрещают ходить. Конечно, всех не устроишь по таким конюшням и свинарникам, и коровникам. Его брат Роман только что служил на севере, где поставили ходить за коровами и доить их. И вынес эти тяготы с радостью, потому что работящие родители детей к труду приучили, и он скотинку любит. Но у христиан есть Евангелие, по которому они должны жить. И если законы мирские посягают на наше христианское вероисповедание, то мы должны предупредить власти, что в этом случае их законы недействительны. Вот как это выглядит. Наш брат идёт в военкомат и подаёт такое вот заявление. Вы можете написать с соответствующими поправками на свой статус. Справка. В рай военкомат Центрального района города Барнаула. Я иеромонах Нафанаил Судников Николай Николаевич, 1974 года рождения. Являюсь заштатным клириком Ишимско-Сибирской епархии, Русской Православной Церкви за границей, членом Барнаульской Крестовозвиженской общины. Как христианин, а тем более священник и монах, я не имею права убивать людей. Согласно Евангелии и Канонических Правил Православной Церкви. Матфея, 5 глава, 21 по 22 стих. Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему врага, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит геене огненной. Матфея, 5 глава, 38 по 39 стих. Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Шестой Вселенский Собор, 7 правило. Принятым однажды в клир и монахам, определили мы не вступать ни в воинскую службу, ни в мирской чин. Иначе дерзнувших нас сие и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде избрал для Бога, предавать анафеме. Кроме того, как христианин, я не имею права приносить присягу в ее современном виде, поскольку она построена в форме клятвы. И в ней прямо присутствует слово «клянусь, клянусь». А Господь наш, Иисус Христос, прямо запрещает всякую клятву. Матфея, 5 глава, 33 по 37 стих. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что она престол Божий, ни землею, потому что она подноженок его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», «а что сверх этого, то от лукавого». Иакова, 5, 12. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакой другой клятвою, но да будет у вас «да-да» и «нет-нет», дабы вам не подпасть осуждению». О том же говорят святые отцы Православной Церкви Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий и многие другие. В связи с вышеизложенным свидетельствую, что я имею право служить в армии, но только по гражданской специальности, санитарам, подсобникам и так далее, не связанным с убийством людей, то есть не заряжающим, не корректировщиком огня и так далее, а также не принимая присяги, то есть исполнять правду службы, которую принято сейчас называть альтернативной, право на которое гарантируется и государственными законами, согласно Конститутской Российской Федерации, принято 12 декабря 1993 года. Статья 53, пункт 3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждением или вероисповеданию противоречит внесению военной службы, а также в иных установленных федеральным законом в случаях, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой, а также согласно Федеральному закону о свободе совести и религиозных объединениях от 26 сентября 1997 года. Номер 125 ФЗ. Статья 3, параграф 4. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждением или вероисповедание противоречит внесению военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Гражданин Российской Федерации